В эфире большая игра. У нас сегодня будет разговор с официальным представителем МИДа, чрезвычайным и полномочным послом Марии Захаровой. В мире много всего происходит. И завтра начинается встреча, саммит НАТО в Вильнюсе, где мы не знаем, что скажет Украине по поводу вступления НАТО. То есть мы знаем, что ее не примут, но какие-то обещания, видимо, Украине дадут и говорят, что обещания это будут значимые. Ну и Байден привезет в подарок новый пакет американской военной помощи, ни много ни мало, 800 миллионов долларов. А всего Украине, Соединенные Штаты дали уже 40 миллиардов долларов военной помощи. Ну и еще одно приятное для президента Зеленского обещание из Вашингтона предоставить кассетные боеприпасы. И вот на фоне всего этого мы неожиданно получаем сообщение, что между Россией и Соединенными Штатами оказывается ведутся какие-то неформальные переговоры. Вот что по этому поводу сказал очень авторитетный источник в МИДе, которым являетесь вы. Никаких секретных переговоров с американскими чиновниками у министра иностранных дел России в апреле не было. И не секретных тоже. Это фейк, ложь, манипуляция. Ну что, что ты скажешь? Мария, объясните нам, что происходит. Буквально давайте пару ваших фраз отмотаем назад. Мне хочется пройтись по каждому компоненту вашего вопроса. Вот вы говорите о том, что что будет на саммите НАТО. Мы понимаем, что Украину не включают туда. Но что же будет? Интрига и так далее. Ну, я думаю, что как раз никакой интриги здесь нет. Здесь очевидно, что будет, как всегда, будет в худших традициях вот этих западных манипуляций и с общественным сознанием, и самое главное, со своими подопечными разыгран спектакль. Красочный. Идет массированная шалонированная подготовка. Министры правительства Финляндии записывают виолончельные соло в поддержку Украины. Заявляются о новых сборах помощи разных калибров. То есть нагнетаются, вбрасываются по-разному. Мы это тоже видим за последнее время. Различные или материалы, или предпринимаются различные пиар-ходы для того, чтобы показать некое состояние киевского режима на плаву. Поэтому интриги нет, все будет в лучших, или, как я уже сказала, на самом деле в худших традициях. Будет разыгран спектакль, их похлопают по плечу, скажут, давайте, у вас особая миссия, вы должны, мы вам поставим вооружений вперед за победу, демократии и свободу. Вот, собственно говоря, что будет. Нюансы, масштабы, наверное, для кого-то они имеют значение, для кого-то больше, для кого-то меньше. Но, в принципе, сценарий очевидно понятен. Второй момент, вы сказали, будут выделены значительные силы, я имею в виду, вооружений. Значительное будет объявлено о значительных поставках вооружений Украине. Дмитрий, вы знаете историю не только по учебникам, вы знаете историю, в том числе, из вот этой самой прикладной международной картины. Вы многое переживали, даже, может быть, еще и не будучи крупным политологом, просто взрослее по мере становления международных отношений и так далее. Вот вспомните, Никарагуа. Были же такие, как вы помните, боевики Контрас. Собственно говоря, то слово, которое пришло к нам в обиход, оно пришло не просто так. Это не какое-то явление или не какое-то сопротивление, или не какая-то естественная реакция никарагуанского общества на то, что происходило в этой стране. Это американский проект, который предполагал формирование бандитов, бангруппировок и, соответственно, поставку им денег и вооружений. Скажите, пожалуйста, разве можно было бы тогда, а тем более сейчас, говорить о том, что США поставляют вооружение в помощь Никарагуа? Ничего подобного. И тогда, и сейчас США поставляли деньги и вооружения бандформированием Контрас. Мне кажется, нужно менять то, что по-английски называется нарратив, в нашем понимании политологический вокабуляр, словарь, и нужно переходить от вот этих, по большому счету, абсолютно ложных фраз о том, что Соединенные Штаты Америки поставляют вооружение Украине, выделяют финансовую помощь Украине и так далее. А говорить так, как есть. Они поставляют вооружение террористам, они поставляют финансовую помощь террористам, они спонсируют террористический режим. Дальше с возможным разветвлением на националистический террористический режим, фашистующий террористический режим. Ну и, конечно, безусловно, слово экстремизм здесь будет тоже в пору. Они не Украине это поставляют. Они поставляют это тем бандформированием, которых сначала пропустили через политические коридоры, делая вид, что это люди, которые будут выстраивать новую демократическую Украину. А потом привели их к тому, что изначально составляло смысл всей этой махинации непосредственно к боевым действиям. Поэтому не Украине, а киевскому режиму террористическому, экстремистскому, националистическому и фашистовующему. Вот это очень важно. И я вообще считаю, что наши средства массовой информации и те, которые в этом разбираются, должны именно так об этом говорить. Мало ли, как об этом заявляет Белый дом. Понимаете, Белый дом говорил, что он и Афганистану помогает в борьбе с Советским Союзом. А на самом деле спонсировал там сами знаем кого. Собственно говоря, всех тех, которые потом обернули американское же оружие против самих Соединенных Штатов Америки. Это не за горами. Это история, которая точно так же будет развиваться. Уже оружие, которое поставляется террористическому киевскому режиму, всплывает на ЕСовских и не только ЕСовских черных рынках. Оно растекается по всему миру. Они будут от него же и страдать. А теперь, собственно говоря, к настоящей интриге. Это действительно интрига. И она очень глубокая. Как вы правильно сказали, буквально пару дней назад вдруг информационное пространство взрывает новость, которая подается через американские средства массовой информации о том, что якобы у Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранной Делорусской Федерации, состоялись закрытые, сверхтайные, секретные переговоры с некими американскими представителями, бывшими чиновниками из чиновничной среды о мирном урегулировании, о неком мирном плане по Украине. Мир вдруг на секунду буквально замер в ожидании, что же это все означает. Мы замерли тоже, потому что таких переговоров не было от слова в принципе совсем вообще. То есть ни к чему, чтобы было хоть как-то на это похоже, ну, по внешней форме, по внутреннему наполнению. Даже близко не было. Но в средствах массовой информации Соединенных Штатов Америки это утверждалось не просто highly likely, с большой долей вероятности, а это утверждалось просто как факт, то есть не подлежащий никакому сомнению. Оставались за скобками нюансы, но выдавалось это все именно как фактологический материал. Мы дали опровержение, потому что такого не было. Проходят сутки, и мы видим, как уже американские представители в эфире американских жидканалов начинают прокачивать эту тему. И прокачивали они ее очень интересно. С одной стороны, они говорили, что они не имеют к этому никакого отношения. Но с другой стороны, их политологическое сообщество вполне вправе вести сепаратные контакты, хотя они никаким образом их на это не воодушевляют. Что было сделано? Американская администрация привлекла своими комментариями к этому повышенное внимание. Вместо того, чтобы тему проигнорировать, как они, например, прекрасно игнорируют тему северных потоков, вот уж где, казалось бы, требуются их комментарии, но ничего об этом не говорится. Или подрывы аммиака провода, например, на территории Украины. Ничего об этом не говорится. Здесь эта тема, которую мы уже к этому моменту опровергли, как вы сказали, в общем-то, без каких-либо сомнений это сделали. Они выводят опять на поверхность информационного поля. Затем от нас требуется еще один более расширенный, более широкий комментарий с изложением фактов того, что ни о мирном каком-то плане, тем более каких-то договоренностей, ни о тайных встречах с американскими представителями какого-либо звена у главы российского МИДа не было и нет. Так, собственно, что же это было? В начале была небольшая, небольшая такая вероятность, что, возможно, речь идет о какой-то рутинной встрече, которая у Сергеевича Лаврова проходит с политологическим сообществом. Вы знаете, Совет по внешнеоборонной политике в Подмосковье заседает, он встречается с главными редакторами, с представителями общественных организаций. Возможно, одна из таких встреч имелась в виду. И я думаю, что наверняка за какой-то конструкт, за какую-то отправную точку и была принята некая встреча с представителями, ну, я не знаю, как это называется, гражданского общества, политологов, экспертов, по широкому кругу вопросов, когда обсуждается все от Ближнего Востока, Ирана, Украины, сдерживание, кстати говоря, поставок вооружения и так далее. Но потом мы поняли, что речь идет на намного более глубинные вещи. Я не знаю, какое ваше представление об истинных причинах, мне было бы тоже интересно послушать. Как я представляю себе, речь идет о том, что у Соединенных Штатов Америки начинается тот самый ритмичный электоральный цикл. К этому электоральному циклу, который, в общем-то, должен включать в себя определенный набор факторов. И международные отношения, международный фактор, американская внешняя политика, это один из серьезных столпов, учитывая, что на внутреннем периметре достижений, мягко говоря, не просматривается. А внешняя политика для Соединенных Штатов всегда была сильным козырем. То есть там, где необходимо было закрыть бреши во внутриполитическом досье, всегда прибегали к этой международной карте. Что же получается? Где? Где достижения? Как сказал президент России, танки горят. Танки горят еще как. Мало того, государства, даже Североатлантического альянса не готовы поставлять своего больше. Они наращивают закупки бывшего советского. Они пытаются путем шантажа, давления, просто вытрясти хоть из каких-нибудь стран, хоть что-нибудь, понимая, что сами они уже где-то на грани технологического истощения. Что получается? Куда идти дальше? Никакого эффекта от контрнаступления, того, который ожидался, или хотя бы какого-то, нету. Это все превратилось в какой-то, в какой-то, я не знаю, в какой-то позор для Запада, который на это поставил буквально все. А им это было как воздух необходимо. Второй момент. План Б заключался в том, что Россия понесет некое моральное поражение. Что то, чего они не могут добиться на поле боя, будет компенсировано нашей внутренней слабостью, нашей неготовностью, как общество, как государство, дать отпор. И здесь у них тоже полный провал. То, что было 24 июня, да, и квалифицировано было как мятеж, было ликвидировано меньше, чем за сутки. Посмотрите, после этого была Франция, которая дней 10 пылала вся, и на это были брошены все силы французского государства, и ничего не могли сделать, она горела. Понимаете? Что можно предъявить? И вот в качестве очень интересного, с их точки зрения, такого пробного шара, который должен начать соединять вот эти разбросанные информационные компоненты информационной диверсии против нас, вбрасывается история о якобы неких переговорах. Люди ждут, люди надеются, люди по всему миру хотят мира, и они об этом открыто говорят. Соединенные Штаты Америки открыто выступают за продолжение боевых действий. Что же, каким же образом можно себе компенсировать вот эти бесконечные провалы? И они вносят в это самое политологическое пространство некую интригу, которая рассыпается, которая не работает. Но это еще не вечер. Я думаю, они эту тему продолжат. Три года назад я находился в Москве, и мне позвонил корреспондент Нью-Йорк Таймс и спросил меня, а что обсуждали в Центре национальных интересов, когда там выступал министр Лавров? Что я ему сказал, что, во-первых, я в Москве, и что бы ни происходило в Центре национальных интересов в этот момент, я, естественно, поэтому комментировать не могу. Во-вторых, я сказал, мы вообще не комментируем все наши мероприятия, если они не являются публичными. Мы просто про них не говорим. Потому что весь смысл такого рода мероприятий, что люди могут говорить свободно, и что это не становится достоянием прессы и не ведет к всем сенсациям. В этом случае, удивительно, оказывается, шесть человек участников заседания, они не сказали, кто эти люди, но шесть человек описывали это заседание журналистам и говорили даже, кто там был. Включая президента Совета по международным отношениям Ричарда Хасса, хотя по правилам Совета, опять-таки, если это не публичное мероприятие, состав участников является конфиденциальным. Дмитрий, но вы понимаете, что произошло? Что если речь идет об этой встрече с политологами, которых у Сергея Викторовича Лаврова в месяц, ну я не знаю, ну под десяток, наверное, но это правда, это так, причем из различных стран, приезжают в Москву, он встречается, когда выезжает за рубеж, на полях международных форумов, это рутина. Конечно, но вы понимаете, что произошло? Если речь идет вот об этой отдельной встрече, которую администрация, а я думаю, что речь идет, конечно, об администрации. И это абсолютно нормальная, рутинная, легитимная встреча. Ну это вообще проходной момент, даже никто и к этому не относится. Так вот я и говорю, что... Зачем, Мария, не решили нарушить собственные же правила? Произошло-то что? Что администрация, либо те, кто стоит из глубинного государства за администрацией США, сдали своих же. Это уникальная история. Обычно такие утечки делает одно государство про другое. Совершенно точно. Если нужно что-то сделать, если нужно, ну, я не знаю, уколоть или какой-то, придать этому какой-то эффект, но так, чтобы сдавать своих, это какая-то супернаходка Вашингтона. Ну, свои наверняка тоже не возражали, потому что, что называется, свободное побыстрее. Еще одно очень интересное. А вы знаете, что у меня другая информация? Расскажите. Абсолютно, конечно. Они были шокированы. Они, может быть, были шокированы... Американские эксперты были шокированы тем, что о них вот так слили информацию и представили это совершенно в ином свете, нежели не оторвать. Они были шокированы тем, что администрация их слила, но то, что они разговаривали с журналистами, давали имена и детали, в этом нет сомнений. И еще один интересный момент, Мария. Зачем? Вот вы спрашивали, а зачем они это делали? Ну, я чужая душа потемки. Я думаю, что, конечно, это было не их решение. Абсолютно, конечно. Для меня это однозначно, что это было решение только Белого дома. Безусловно. А уже как, когда это решение было принято, кто как решил, что называется, половить рыбку в мутной воде, не знаю. Но для меня очевидно, что это история для того, чтобы начать некую виртуальную, не привязанную ни к какой действительности, возню, потому что это даже нельзя назвать игрой, возню вокруг якобы желаний, намерений, возможностей России начать какой-то второй, третий трек и так далее. Этого нет. Этого нет. Есть четкое понимание того, что Вашингтон поставляет вооружение не Украине, а террористическому режиму. Из этого оружия убивают граждан нашей страны. И, кстати говоря, не только нашей. Они почему-то об этом умалчивают. Не только нашей страны погибают люди. И, конечно, на этом фоне открывать вот эту возню для того, чтобы показать якобы, как они хотят это интерпретировать, намерения Москвы во что-то такое поиграть, это говорит об их, ну, по большому счету, на мой взгляд, абсолютной моральной капитуляции. Вот на фоне этого, на фоне этой агонии киевского режима, который уже не знает, как докричаться до своих создателей, что если они в очередной раз не вольют дозу вооружения и финансов, то уже ничего не будет, это, конечно, большой проигрыш с их стороны. Согласен. Два комментария, на самом деле, поддержать то, что Вы говорите. Первое. Если они думали, что министр иностранных дел принимал участие в подобного рода неофициальных переговорах, то они бы никогда не сказали, что нужно скрывать имена российских участников, чтобы их не подвести. Потому что если бы министр иностранных дел... Это вообще анекдот. Вот. Это вообще анекдот. Во-вторых, я, конечно, знаю, что в Ушингтоне у всех якобы долгая память, но не такая же долгая, это произошло в апреле. Почему это выкидывается именно сейчас? Саммит НАТО. Вот. Потому что нужно хоть что-то. Нужно хоть как-то отвлечь внимание от тех провалов, которые есть. И еще один момент. Вы посмотрите. По-разному называют... Я не знаю, мы называем большинство мира. Я думаю, что в американской политологической мысли это называется глобальный юг. Кто-то называет движение неприсоединение. По-разному вы понимаете, о чем идет. Речь идет о странах, которые не являются частью вот этого североатлантического менталитета. О странах, которые по большому счету не поддались нажиму Соединенных Штатов Америки. Ведь эти страны все задают один и тот же вопрос. И этот вопрос перестает быть риторическим. Кстати, а что там с миром? И этот вопрос они задают в том числе и теперь уже в первую очередь поставщикам вооружений. Потому что вот эта первая нахрапистость пиаровская, информационная, пропагандистская, которая по большому счету, ну, надо сказать честно, мир ошеломила. То, что делали Соединенные Штаты Америки в первые месяцы 22-го года. Это, конечно, это было за гранью. Эти отмены России, эти бесконечные обвинения. Да и потом продолжилось с этими псевдотрибуналами и так далее. А потом люди начали выходить из оцепенения. Люди начали читать, люди начали смотреть, люди начали задавать практические вопросы. И на эти вопросы Вашингтон должен дать ответ. А что там с мирной повесткой, которую они бесконечно вписывают золотыми буквами во все свои выступления? Они же всегда говорили, что за мир. Они же всегда говорили о том, что они за свободу и демократию. А что на этот раз? Кроме вооружений, а теперь еще и кассетных боеприпасов, которые повергли мир вообще в шок. И вот эту выдумку они придумали не случайно. И знаете, как эту выдумку надо называть? Трамп. Если Вы посмотрите последние опросы общественного мнения, удивительно, но факт после всех обвинений в его адрес, Трамп только набирает очки. Это очевидно. И он сильнее оказывается всех других возможных кандидатов от республиканской партии. Одновременно Трамп четко говорит, что то, что делает Байден, может привести к мировой войне, что американские национальные интересы никак не вовлечены в этот конфликт вокруг Украины, и что Байден несет тяжелую ответственность перед американским народом, играя с огнем. А тут вот оказывается, тут вот оказывается, что на самом деле ничего страшного нет. Что есть уже какие-то третьи треки, понимаете? Идут такие-то третьи треки. И видите, вот министр иностранных дел мило встречается с представителями эстеблишмента в Нью-Йорке. А представители России, которые якобы участвуют в этих переговорах, они не просто представители России, они люди, которые пользуются доверием Кремля и чуть не лично Путина. А раз так-то чего Трамп морочит голову? Правильно? Конечно. Все хорошо, прекрасная маркетизма, исключением Пустякова. Это же еще сигнал всем тем, кто задает, как я уже сказала, из мирового большинства вопросы. Это им псевдо был сигнал, это такая псевдо наживка относительно того, что не надо слушать Россию. Смотрите, Россия разговаривает с Вашингтоном по вторым-третьим дорожкам. Вы никогда об этом не узнаете. Вашингтон говорит публично одно, а за кулисами делает совсем другое. Да, безусловно. Поэтому, на мой взгляд, вот эта интрига требует повышенного внимания. Повышенного. Она не закончена. Она будет идти дальше. И она будет идти по нарастающей. Теперь по поводу республиканцев, Трампа, всех их дебатов. Ну, вы понимаете, вот вы говорите, что он набирает, несмотря на то давление, несмотря на все эти, ну, на мой взгляд, абсолютно дикие, дичайшие, абсурдные, псевдосудебные истории, которые все это окружают. Но ведь это удивительно. Я только не могу понять, неужели это не понимают в Белом доме. Ведь он набирает не столько от своей силы, сколько от их слабости и беспомощности. Конечно. Набор их ошибок ведет к его, просто, по-моему, какому-то ракетному взлету. Но это настолько видно со стороны, я не думаю, что они не видят это внутри. Вот вы, допустим, республиканский избиратель. Нет, спасибо. Я этого не допускаю. Вот представьте себе на минуту. И у вас, как у многих американцев и американских членов республиканской партии, у вас есть свои сомнения по поводу Трампа. Он непредсказуем, он иногда капризнен, он иногда звучит, как законченный эгоист. Есть сомнения. И вдруг вы видите, как на него обрушивается вся тяжесть американской карательной машины. Как используется судебный процесс для того, чтобы расправиться с политическим соперником. Но, конечно, такой избиратель-республиканец и многие независимые республиканцы, они скажут, слушайте, мы сталкиваемся с чем-то очень опасным, и мы испытываем естественную симпатию к человеку, с которым, во-первых, так обращается, и, во-вторых, который не боится, этому противостоит. Еще очень важно, ведь кто стоит за этой машиной, за этой машиной стоят те, кто всегда стоял против этой машины. То есть, либеральное сообщество, которое всю идею либерализма, в принципе, упаковало в программы демократической партии. Демократическая партия, по большому счету, приватизировала все те самые либеральные ценности, которые отрицали какое-либо давление на личность, на личность в политике, в экономике, в культуре и так далее. То есть, вот этот момент абсурда, он начинает, на мой взгляд, доходить даже до самых не вовлеченных в политику людей. Потому что это абсурд. Потому что все то, против чего создавалась в принципе Америка как государство, а потом было, на мой взгляд, очень странным образом приватизировано демократами, оно приходит в логический тупик. Мэри, у нас осталось страшно мало времени, и я просто не буду исполнять адекватно свои обязанности, если я не прошу вас прокомментировать решение Белого дома предоставить кассетный боеприпас в Украине. Это еще одно проявление агонии киевского режима и абсолютной слабости невозможности что-либо предпринять вообще. Нету инструментария Белого дома. И доказательства у меня есть. Доказательства, которые сейчас облетела всю планету, как вы помните, брифинг годичной давности пресс-секретаря президента Байдена, которая заявила на весь мир, что применение кассетных боеприпасов является с точки зрения Вашингтона военным преступлением. Это идеология, которая не была придумана в ходе брифинга в Белом доме. Это идеология, которая действительно была присуща этому американскому режиму. Если они пошли на то, что готовы отрицать сами себя, значит, дела плохи. Я, во-первых, сами... Но, извините, Дмитрий, вы заметили международную реакцию на это? В общем-то, очень противоречиво и в основном отрицательное. Три Соединенных Штатов противоречивая, а это уже, знаете, очень сильный сигнал. Это очень большой сигнал. НАТОвцы просто расколоты, потому что... Включая Англию? Конечно, включая, в первую очередь, Англию по целому ряду причин, потому что это противоречит тому, что они говорили и делали много лет. А что касается всего остального мира, то он просто смотрит на это с каким-то потрясением, потому что их же всю жизнь учили обратному или учили те самые лекторы, которые сейчас готовы нажать на эту кнопку? Ну, Мария, не мне, а вам говорить. То, что вы говорили много раз, что правила, которые провозглашает администрация Вейдена, они откровенно предназначены для других. И да, с их точки зрения, если бы Россия делала что-то подобное, Китай, кто угодно, то это военное преступление, а если это делают Соединенные Штаты, то они борются с агрессией и помогают демократии. Я знаю, что это вас не удивит. Нет, я вам хочу сказать, что вы, когда комментировали повестку Трампа нынешнюю, ну, в нынешнем избирательном цикле, вы сказали о том, что он заявляет о том, что режим Байдена может привести мир к новой глобальной войне, к мировой войне, по-разному ее можно назвать. Вы знаете, я вам хочу сказать, не развивая его мысль, но я обратила внимание на то, что в риторике Соединенных Штатов Америки в отношении Китая появилось слово сдерживание. Казалось бы, ну, какая мелочь. Подумаешь, каких только слов в отношении разных стран они не употребляли. Они придумывают их на ходу, потом отменяют, потом, ну, как в ЮНЕСКО, пришли, ушли, зашли, обругали ЮНЕСКО, не заплатили, вернулись и так, так и со словами. Но это очень важный момент. Ведь с России начиналось все тоже со слова сдерживание. Что значит сдерживание? Что это значит? Это значит недопуск, ну, в данном случае уже Китая на рынки, на мировые рынки. Это недопуск к ресурсам, различным ресурсам, финансовым и так далее. Это невозможность реализовывать внешнюю международную политику Китая на международной арене в полном масштабе. Это о чем говорит? В истории, когда все вышеперечисленные аспекты складываются в одно, ни о каком мире речи нет. А это будет у них вторая уже страна. То есть с нами началось тоже со слова сдерживания. Затем они перешли к фазе, как они называют, стратегического поражения. Сейчас Китай находится в стадии американского сдерживания. Следующую стадию мы знаем, а это уже две страны постоянной члены Совета Безопасности ООН. Поэтому это действительно опасная риторика, это действительно опасный режим. Мария, огромное вам спасибо. Спасибо вам. Это было очень интересно и с моей точки зрения весьма важно. Надеемся снова вас скоро увидеть. Спасибо еще раз. Благодарю. Продолжение следует...